Добрый день, добрый день, мои зрители, мои подписчики. Добрый день. Сейчас 14.30. Я сегодня с 8 часов утра работаю, прокипятила мамкино белье, простынь под одеяльник, две наволочки большие, две наволочки маленьких, просушила все. Потом у меня нечаянно упал папоротник с холодильника и рассыпалась земля. И прямо на дорожку на кухне. Думаю, ну что, надо еще и дорожку постирать. Еще и дорожку постирала. Думаю, ну что же я дорожку постирала, а в ванной коврик постирать не надо, в ванной коврик постирала. Потом в прихожей прямо около двери лежит коврик. Думаю, надо и тот постирать. Короче, стираю с 8 часов. Не сплю с 5 часов, потому что муха не дала спать. Потом уже я вышла из себя Поднялась, взяла полотенце махровое Положила с собой рядом Думаю, буду ее шлепать И она исчезла, эта муха, и нету ее Короче, с пяти часов не сплюсь за мухи А с восьми начала дома работать Сварила спагетти Поджарила печенку Говяжью Вот такой у меня обед Вот такая у меня порция Четыре кусочка печенки и спагетти Буду кушать, потом к вам выйду Приятного аппетита всем тоже Кто сейчас кушает Девочки, поела и думаю Ничего не буду делать Полежу я часок до маман Вот, поотвечаю вам на вопросы Так Так, так, так Читаю вам Как всегда зрители Блогеры С телефона читают А я всегда выписываю на бумажку Света, не первый раз слышу про акцент на нижнюю губу Почему я никогда не слышала о таком приеме в макияже Поясните, пожалуйста Девочки Ну, это моя выдумка Это так мне хорошо Если я начинаю красить верхнюю губу Обводочку делать, да То как бы, ну, некрасивые губы Это моя выдумка И поэтому я делаю акцент на нижнюю губу Как-то так вот я вам объяснила Что я верхнюю губу, ну, я вчера красила Ну, как-то оно Я на нижнюю так беру раз Подведу и все Мне надо, чтобы нижняя губа была большая Чтобы она отвисала Отвисала как от силикона Так что это моя просто выдумка такая Так Потом Потом, потом, потом Вопрос Света, во второй половине дома Постоянно кто-то живет Или она пустая Если живут, то как Стираются, моются и ходят в туалет Девочки, вы про какую половину дома Про половину дома, которая у нас За мамкиной стеной Половина дома-то Там у нас склад Там страшная комната Я бы вам показывала Ту половину дома У мамки за стеной А вообще дом разделен на две части Там живут другие хозяева Там жила моего батьки-сестра родная Ее дети Ее дети вышли замуж Сестра моя двоюродная вышла замуж Сделала там, наверное же, провела что-то Ремонт У них там слив есть У них там все есть Там же молодая семья живет Я не знаю, правда Я ни разу там не была Но Я так думаю, что у них есть удобство Я знаю, что у них идет слив Сливная яма в них есть Значит, у них есть все удобства А у маманта Наша вторая половина дома Там пусто Там надо ремонт делать Там такое все Ой, ой, девочки Так что, если вы имеете в виду Вторую половину дома Там живут хозяева нормальные Молодые Которым по 50 лет Там у них все обустроено Все сделано У них там и огородик хороший Я в дырочку посмотрела Они и лучок выращивают И черешня в них растет Деревца Так что моя сестра двоюродная Живет там со всеми удобствами Так Так, девочки Кто тут еще что у меня спрашивал А, Света, почему вы не носите Свои красивые платья Девочки, поясняю Ну, почему вы не носите Те платья, которые купили В универмаге Девочки, поясняю Я не люблю те платья Почему я не ношу Я их ношу Но не могу Не буду же я вам отчитываться Вот, я одела это платье Я иду куда-то Я встречала Яну Платье, которое я купила В старом универмаге Которое вы мне советовали Под кроссовки носить Да Я ношу то платье Но в нем очень жарко И я его не люблю Из-за того, что там Приспущенный рукав Но приспущенный рукав Это полбеды Это не такой вот рукав Вот, который вставляется И короткий Так что платье То я ношу Я ношу платье Свое Желтое Льняное Которое Отпорола Красные Завязки Девочки Я не люблю Я не люблю рукавчиков Не идут они мне, они мне не идут, платья с рукавчиками. И поэтому как-то, как-то вот так. Одно платье испортила, едва ношу. Я больше всего люблю платья секонд-хенд. Они без рукавов, плечико голенькое. Оно как-то смотришься вот лучше, чем в платье с рукавчиком. С рукавчиком лучше смотришься. Так что, платье я ношу, но одно платье висит с одним рукавом. Вот так. Но еще приспущенный рукав куда не шло. Но когда вставной, вточной рукав. Ну, я не знаю, ну старит он меня. Но это под 80 годов. Но не люблю я платье с рукавчиком. Не знаю я, как вам даже ответить. Так, еще такой комментарий. Света, расскажите, пожалуйста, в какую сумму обошлась переделка покрывала с наволочками. Девочки, сколько было стоить, сколько стоило обрезать покрывало, если честно, я не знаю. Потому что я покрывала, отдавала вроде бы вместе с юбкой. Или с какой-то еще вещью. Я ей сказала обрезать. Когда я пришла уже, она показала, как она эту же ленточку аккуратненько пришила. И отдает мне этот кусок. Я говорю, ой, а с этого же куска можно мне подушечки сшить. Она говорит, можно. Я говорю, ну так сшите мне. Она говорит, рисунок не будет одинаковый. Я говорю, ну и что? Короче говоря, за две подушечки сшить. Она мне взяла 7 рублей. Ну и молния-замочек. Я не помню, сколько я бы отдавала за замочек. 7 рублей пошить такой чехольчик с замочком. А сколько обрезать покрывало, девочки? Не знаю, я не могу сказать. Так, вот такие вот дела. Девочки, еще нашла один вопрос. У меня спрашивают, но они все юзеры, я не ищу пока, кто это. А зачем какие-то синтепоновые шарики купить самые дешевые подушки пух-перо? У нас в России по 300 рублей. Девочки, отвечаю на этот вопрос. Я же не специально покупаю подушки. Мне же не специально нужны подушки. Если бы мне специально нужны были подушки, вот приедут ко мне какие-то люди, им надо спать. Я бы пошла, купила подушки. А это, понимаете, как, ну, остался кусок от обрезной покрывало пледа, от обрезного пледа, да. Если с этого куска можно сшить подушечки, я сшила две наволочки, и теперь я купила синтепон и начиню. Они будут просто декоративные подушки валяться на диване. Мало ли что, подложить под ногу, под колено, под голову. Или просто будут стоять, что-то украшать. Это же не говорится о том, что подушки, вот, мне нужны подушки, я их сама шью для себя. Нет, если мне нужны будут подушки, я, конечно, пойду куплю. А это, как бы, подушки, как бы сказать, это вынужденная, вынужденная такая вот мера. Купить было синтепоновых шариков, потому что, зная, что от куска покрывала останется ткань. Так что как-то вот так, девочки. Здесь под низом подписались 300 рублей синтепоновые подушки, перо пуховое 700 рублей, а на ярмарках чуть дешевле 550. Ещё одна пишет, у нас есть магазин и текстильщик, там именно за такую цену, и перо так, как иногда вылезает из подушки, поэтому надо и пировик. Вот видите, зачем такие проблемы? Перо вылаживает, надо специальную наволочку с грубой тканью. Зачем мне это надо? Вот так что, девочки, эти две подушки, они просто, как сказать, ну, ну, как вымышленные. Мне подушки не надо, и поэтому, если бы нужны были, я бы купила подушки. Девчонки, я опять начала пить антибиотик. Не кричите на меня, не кричите, я знаю, что делаю. Есть пословица, цыган знает, что кобыли делает, так и я. Я купила доксациклин 100 единиц. Первый день пьётся две таблетки, а потом каждый день по одной таблетке один раз в день. Доксациклин – это эритромицин. У меня, вот видите, у меня вот здесь вот в трахеи, трахейный кашель. Я вчера вечер у мамки бухала, 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 бухала. Думаю, приду домой выпью, потом думаю, нет, начну с сегодняшнего дня. Потом утром проснулась, вот эта стирка как-то, я отвлеклась, вот. Вот, выходила, заходила, бельё быстро сохло, я снимала, вот. И сейчас уже вот к обеду у меня вот просто душит кашель. И я опять начала принимать антибиотики. Пропью курс антибиотиков. Вот это первый день, второй, третий, четвёртый, пятый, шестой, седьмой, восьмой день. Десять, четыре и четыре, восемь, восемь дней. В общем, пропью одну пластину. Вот, доксациклина. Эритромицин, хорошие таблетки. Когда-то в детстве нас лечили родители эритромицином. Эритромицин, это именно когда болела горло, мамка покупала эритромицин, давала эритромицин, тетрациклин. Помните такие таблетки? Бисептол были таблетки, помните? Бисептол. Вроде бы я так назвала, да, бисептол. Очень хороший. Кстати, бисептол сейчас по рецептам, его не купить. Бисептол не любят врачи. И теперь вот современные врачи с современным методом лечения. Я однажды, не помню, как купила бисептол и пропила. Прихожу к своей вот этой Елене Викторовне и говорю, я бисептол пропила. Она говорит, зачем вы его пили? От бисептола же камни в почках образуются. Так от бисептола образуются камни в почках. От клороэтромицина не образуются камни в почках. Или от моксоциклина не образуются камни в почках. Так что, девочки, начало самолечение. Вот мне вот здесь вот щекотит. И сухой кашель со свистом. И буду, наверное, пить ацетилцистеин. По 2 миллиграмма. Я его пила, потом бросила. Мне было хорошо. Это вот, девочки, такие последствия ковида. Мне моя Татьяна и говорила, что после насморка кашель. Кашель 2 недели, ничем не сбивается. А потом он сам резко проходит. Так что, буду я пить ацетилцистеин. По порошочку 3 раза в день. 2 миллиграмма. Когда я побыла у доктора, она мне выписала вот такой вот АЦЦ. Тоже ацетилцистеин, только это Германия. Девочки, мне этот не нравится пить. Этот приторно-сладкий, так как я жидкие лекарства пью с брезгливостью, с рвотным рефлексом. И поэтому вот это вот АЦЦ пить мне тяжелее. А вот этот ацетилцистеин наш, белорусский, он кисленький. Он как с лимонной кислотой. Он идет приятно. А вот этот вот немецкий ацетилцистеин, он плохо для меня идет. Вот, так что, девочки, лекарств целая коробка отхаркивающих у меня. Вот. Ну, их там много. Это вам так... Вот. И сейчас я жахнула уже 2 таблеточки. 2 таблеточки. Доксоциклина. Хорошие таблетки доксоциклина. У меня, когда жил мой алкашек, у него часто был бронхит. Он так свистит, девочки. У него тут такие звуки в грудной клетке, такие готики. И я его все время сама лечила. Доксоциклином, амбраксолом и эуфелином. Вот. Я ему давала доксоциклин, 3 раза в день абраксол и на ночь таблетку эуфелина. И отлично. И живет мой Колька. Я его лечила сама, без врача. Так что, девчонки, продолжаем лечиться. Лечимся, пьем доксоциклин. Все, девочки, отчиталась вам. Ответила вам на комментарии. Завтра будем начинять подушки шариками, потому что сегодня уже куда. Девочки, вот так щекотит. Вот здесь вот в трахеи. Вот, вот трахея. Так что, надо убить микробы. Все, мои хорошие, буду собираться к маману. Давайте. Всего вам хорошего. Пока-пока. До завтра.